всем привет мы не виделись сегодня вяжем мушку эльха иркадис с . атаки берем крючок принципе неважно на самом деле как вы не главное чтобы был сухой нужно с бородка безбородки еще поэтому крючок нитку 80-12 но неважно можно даже тоньше но лучше сильно не тоньше тонкую не брать потому что будем зажимать мя холень довязываем до конца по прямой до загиба лишнее удаляем используем сегодня дабинг для сухих ушек дабинг можно попси какой любой трону с их муж сейчас я взял оранжевые точки атаки можно красный ярко зеленую точку кому как нравится кто во что верит мне нравится оранжевый хариус форель очень любят эти делаем . атаки дабингом и лишнее убирает не ленитесь лишнее убрать очень часто бывает я смотрю на мушках особенно начинающих сколько намотали дать сколько взяли дабинга столько и намотали бывает что это критично достаточно большое количество и это некрасиво наклев конечно может и не повлиять но все-таки берем перо петуха соразмерное соответственно размер должен быть на загибе примерно до жала не больше очищаем бородки и вот эта очищенную часть как раз и приматываем кости крючку далее берем дабинг серый мне нравится серый потому как большинстве случаев у вручения коротила серы иногда рыжая немало зеленый ноут коричневые тоже не так часто скорее всего темная темно-серая такое коричневого тоже бывает мне кажется что все больше серы ну конечно же оливковые цвета тоже есть смотрите что у вас больше плавает водоеме на какие летают ученики в зависимости от времени года тоже может разниться достаточно поэтому смотрите внимательно наблюдайте можете связать несколько цветов как для того чтобы быть заранее подготовленным если приезжать неизвестное место делайте критичные цвета серый коричневый оливковый и оранжевый и пусть и все я думаю что попадете лишнее также обрезаем если лишнее взяли теперь соответственно наматываем перо старайтесь сделать там 45 оборот мне нравится 45 банк смотрю как но если кто смотрит что ему много визуально чисто старайтесь сделать так как вам нравится закрепляем удаляем обязательно возьмите теперь мех оленя а можно выставить кстати верхнюю часть для того чтобы мех оленя не топовщикся мех оленя берите опытным путем на самом деле количество не скажу то что для каждого крючка для каждого количества количество свое выровняйте вступки не смотрите у ручейника крылья всегда длиннее тело оно покрывает тело поэтому старайтесь привязать очень часто вижу что крыло примерно одинаковой длины старайтесь привязать чуть дальше и как раз будет но более реалистично для рыбы бывает чтобы подходит медленно рассматривает богу это будет небольшим плюсом для того чтобы рыба среагирует делайте два-три холостых оборота потом подтягиваете то есть не старайтесь сразу протянуть потому что будете сразу затягивать у вас сместиться мех вперед и крыло сместиться то есть на бок поэтому мотали потом подняли крыло там же замотали еще раз это делается для того чтобы крыло ваше никуда не делось ни вправо ни влево ни елозило не ездило поэтому дальше еще раз звучит наматываем и соответственно берем уже узловяз и делаем узелок вот кому как нравится кстати сейчас обрежу смотрите обрезать можно горизонтально можно как знаете как лопатка такая для заныривания то есть это тоже имеет значение если вы сделаете лопатку для заныривания вот сейчас допустим да вот как сейчас сделаю то она будет при резком как бы такого движения на себя сухой мушки она будет заныривать а если сделаете горизонтально то она будет бороздить вот такой тоже маленький секретики есть и поэтому старайтесь сделать так чтобы у вас пожелание чтобы вы хотели добывать что на бороздящую муху часто клюет или наоборот есть ощущение когда заныривает а рыба ждет этого то есть есть всякие разные варианты поэтому сейчас матчинка кстати не забывайте права читать открытые участки на меха чтобы не сильно на бокал не впитывать на воду что мушка готова и в принципе одна из достаточно самых распространенных хороших муж то есть Продолжение следует... Продолжение следует...